Добрый вечер Добрый вечер Рад Вас видеть Хотел, перед тем как мы будем молиться, искать Бога, пришло такое желание поделиться своим свидетельством Просто рассказать, как вообще в моей жизни я встретился с Богом и как это происходило Потому что я считаю, что это важно Мы все имеем смысл свидетельства В чем заключается, знаете ли? Это вот именно, ну для меня, ладно Именно что свидетельство это чисто твое Это именно твой опыт с Богом, оно уникальное Оно как бы вот действительно является чем-то настоящим И самое главное в свидетельстве это искренность Это вот действительно рассказать то, что есть Потому что, ну, я бы хотел на самом деле вам предложить Так что мы дальше тоже Кто-то имели такую Возможность, чтобы тоже вы все Да, кто считает себя христианином Кто живет, могли сказать тоже свое свидетельство Именно рассказать то, что есть Потому что я вот раньше, когда начал тоже свой христианский путь, да И я слышал разные свидетельства И, естественно, есть такие свидетельства были, которые я слышал Которые больше всего меня, наверное, привлекали Когда я слышал что-то такое вот, что человек, ну, грубо говоря, не хотел ничего, да Был плохим человеком, был там очень плохим человеком И вдруг он встретился с Богом в один прекрасный день И его жизнь изменилась И вот как-то в мое представление засела такая картинка, что вот оно примерно так бывает Что Бог действительно меняет жизнь человека, но нужно быть очень плохим человеком Нужно себя почувствовать сначала очень плохим человеком И, ну, я не чувствовал себя очень плохим человеком Что мне тогда делать? Как мне тогда быть? И вот с этим, поэтому я и хочу вам рассказать свое свидетельство И я на самом деле не был очень плохим человеком всю свою жизнь, да Я даже вот так вот помню, меня даже родители не воспитывали Вот сам как-то воспитывался все Сам чувствовал, что плохо, что хорошо И, естественно, меня это все привело не туда, куда хотелось бы прийти Но все равно я был не очень плохим человеком Я это чувствовал, что я более-менее добрый, я как с пониманием жизни отношусь к людям И вот, знаете, даже когда в реакционный центр попал с проблемой наркотиков Я даже там быстро очень, так, стал неплохим человеком В своих глазах, да, в своем таком представлении И, вы знаете, я даже, там вокруг были ребята, знаете, вот с такими пальцами, знаете, вот когда-то Сардельки И они так рассказывали про свои подвиги на улице, да Что я чувствовал, что я вообще просто ребенок По сравнению с ними Да, что я вообще не сюда, зря сюда приехал просто вообще Что мне делать и как мне стать таким плохим, чтобы потом прийти к Богу Просто я не знал, что делать на самом деле Я серьезно вам говорю, я не шучу Потому что это, я даже себе, меня когда спрашивали, а ты сколько кололся Я себе годик накидывал специально так Ну, чтобы себя не чувствовать вот как-то вот хуже других Я там полтора года кололся, но я думаю, два с половиной Ну, потому что вот такая атмосфера Но, когда я пришел, меня очень быстро, наверное, потому что я был неплохим человеком Меня очень быстро зацепила вот атмосфера и то, что происходило вокруг И слово меня коснулось, и свидетельства людей меня коснулись И как бы вот то, что христиане рассказывали про Бога Меня все коснулось очень быстро И я очень быстро захотел получить то, что они имеют И я помню вот, я вот на самом деле вот почему решил нам рассказать это свидетельство Потому что вот я лежал ночью думал и прям вот я вспомнил такой файл у меня в голове всплыл, который я не вспоминал вот ну никогда вообще Кроме вот того момента, когда это со мной произошло И я прям вспомнил, что я сидел на собрании, на одном из первых христианских собраний Когда один человек там проповедовал, молился И он так рассказывал о Боге, он рассказывал о своем пути, что меня это очень сильно коснулось Я очень сильно захотел тоже иметь это, то, о чем он рассказывал Но я понимал, что вот я сижу сейчас здесь И я так даже в образе, я помню, я это увидел, что как будто я стою там на одном берегу реки И там большая-большая река передо мной И вот себя я вижу или он стоит, да, про то, что он рассказывает про эту другая жизнь Вот она на другом берегу реки стоит, просто вот То, куда я хочу попасть И у меня вот такая вот, просто я почувствовал такую как бы безысходность от этого, да То, что вот ну я никак не могу туда попасть сейчас Вот туда, про что он рассказывает То, что даже я вот очень сильно хочу Но я понимаю, что чтобы туда попасть И я понял, знаете, что это река означает? Что это за река? Это время Это время, длительное время Потому что именно только время на самом деле Ну, именно время, а с Богом и на время Нашего жизненного опыта, наших решений каких-то Наших там, ситуаций, через которые мы должны обязательно пройти Потому что этот человек рассказывал про какие-то ситуации, про какие-то опыты На которые требуется это время И вот никак я вот, даже вот я очень захотел быть там Но туда я попасть никак не могу И я вот помню, что ну я, наверное, это был такой вот момент Когда я, наверное, первый раз так Богу сказал, что я действительно хочу Что я хочу, чтобы Бог как бы сделал что-то настоящее в моей жизни Просто вот что-то настоящее сделал, и я хочу туда попасть И я понимал, как это на самом деле трудно Я понимал, как вот время оно будет идти И неизвестно, смогу я принять эти нужные решения для себя, чтобы туда попасть Но вот я вспомнил Вот сейчас прошло там 15-16 лет И вот этот файл, он знаете, вот иногда голова, она выдает какие-то такие вещи Давно закопаны, я так это очевидно вспомнил И вот, наверное, тогда я захотел идти И... но потом пошло-поехало на самом деле Пошло-поехало, моя человеческая фантазия там Моё представление о том, как это должно быть Потому что, ну, время-то оно идет А я-то уже хочу туда И нужно что-то делать как-то А как делать? Понимаете, как делать? Потому что я не очень плохой человек Мне что делать? Мне вот как-то нужно стать плохим тогда, что ли? Потому что я слышал такое свидетельство, что я, ну, там, вот, например, меня Вот это для меня было, наверное, самое лучшее свидетельство такое Когда человек рассказывал, что я не хотел ничего От Бога я был, ненавидел я И вдруг в мою жизнь однажды пришел свет И я сказал, Иисус, войди в мою жизнь И с утра проснулся и другой человек Я думаю, ну, а мне что делать? Ну, серьезно, а что делать? Вот смешно сейчас немножко, но сделать-то что, на самом деле? И, ну, жить, жить И то, что пошло, на самом деле То, как Бог начал работать в моей жизни Это я начал просто быть в том месте, да, где есть Слово Божье В первую очередь, да Где читают Библию, где изучают Библию, где проповедуют Библию правильно Иногда, иногда неправильно Иногда тебе кто-то голову морочит Иногда еще как-то, но ты идешь все равно, да Информация, информация, информация заходит И я просто понял, что, ну, на самом деле, вот Бог, Он Сейчас уже понимаешь, что Бог, Он именно так работает Для того, чтобы Бог сделал Часто в жизни человека что-то, Его нужно наполнить своим Словом Наполнить своим Словом И это то, что происходило в моей жизни Потом я начал, вот там была конференция такая, да Было такое хорошее время И я как-то, у меня эмоции достигли какого-то верха И я позвал Иисуса свою жизнь в Иисус Помолился такой молитвой Я принимаю тебя туда-сюда Это было на сиденье Ну, сидел я, да, в зале Я помню, потом через несколько дней, по-моему, на этой же конференции Вызвали людей для того, чтобы помолиться за них Чтобы вот приняли Иисуса Я помню, я сидел и думал, ну, я же принял уже Зачем, ну, все правильно, я же принял, принял Тогда я не должен идти, я не пошел Один духовный человек, мой наставник, потом на следующий день увидел, что я не вышел Он говорит, а я думал, ты выйдешь Я думаю, ну, вот, дурак не вышел Надо было выйти Он-то думал, что я выйду, мне нужно было выйти Все, я запережал, что-то я не так сделал, что-то я как-то не так, да Пошло дальше там время, я помню Потом помню, было тоже хорошее какое-то время Такое хорошее собрание Прямо так атмосфера была накалена Я опять искал Бога Хорошая обстановка, эмоции достигли какого-то предела У меня в голове была такая мысль, что, ну, покаяние, оно должно быть со слезами Ну, как вот, ну, как же мне заплакать-то, мне не плачется что-то Ну, я себя раскрутил до такой степени, просто эмоционально, что даже заплакал Начал плакать И вдруг я встречаюсь, вот, плачу Я такой, я думаю, как хорошо, я плачу наконец-то, наверное, покаяние настоящее И я встречаюсь взглядом опять с этим же человеком, который вот мне тогда сказал Он меня смотрит И я вот как в зеркало посмотрел, вот, что ты плачешь И я действительно подумал, что я плачу И я вот действительно обличился, я думаю, ну, из-за чего я плачу? Из-за того, что я вот очень хочу плакать из-за того, что я, мне жалко себя Из-за того, что я очень, как, что-то хочу там, да, но никак я не плачу из-за того, что я плохой человек, понимаете? Я вам просто вот рассказываю, как есть, смешно, на самом деле, сейчас могу посмеяться над собой Но это все вот было в моей жизни Проехали, ладно, все, этот момент прошел Но я себе сказал, все, я плакать не буду больше Мне стыдно стало самому за себя, что вот я себя сам как-то разогрел, что вот надо покаяться Ну, надо покаяться, чтобы все по-настоящему было, чтобы вот, как люди рассказывают Время пошло И, ну, действительно, был такой очень один интересный момент, когда была проповедь И я понял, что я попросил однажды очень такой важной вещи Была такая проповедь про блудного сына И проповедник очень хорошо донес, Дух Святой как бы проговорил в мою жизнь, что, ну, на самом деле Мы не можем сымитировать нужду, не можем сымитировать нужду в Боге Вот, ну, мы можем как-то вот понимать, что мы нуждаемся, да, своим разумом, еще чем-то Но вот сымитировать нужду, вот, действительно сказать, что вот настолько я именно нуждаюсь именно в Боге Не просто вот в каких-то вещах от него, а именно в Боге И потому что вот то, что он рассказывал, я действительно понял, что вот это вот и есть Действительно настоящая нужда, как блудный сын, помните, он все расточил, все потратил Но у меня вопрос, мне что, опять же, плохим нужно опять, что ли, стать? Мне опять-то надо пойти, там, колодца начать или еще что-то натворить Я понимаю, что Бог не хочет этого, но как мне нужду-то почувствовать? И вот у меня этот вопрос, я понимаю, что вот, ну, не могу я никак ее сам почувствовать Я попросил Богу, Бог, дай мне нужду, дай мне нужду просто однажды почувствовать И все, забыл про это Через год, через год накрыло, на самом деле Через год, я просто потом вспомнил об этой молитве, о том, что, действительно, я пошел дальше Просто жизнь, она пошла, ситуации жизни, она и пошли И вот через год я вдруг увидел себя, действительно, в таком внутреннем состоянии Просто вот, вот снаружи все хорошо, вот снаружи все нормально, я работаю, я ответственный Грубо говоря, карьера христианская идет вверх, так все нормально, доверяют, интересно Но внутри просто настоящая печаль, настоящая скорбь, настоящая нужда И я вспомнил, и Бог мне напоминает, ну, вот приходят мысли, я вспоминаю, что ты помнишь, что ты просил И вот даже вот в этом состоянии я дошел до такого состояния, что я просто принимаю решение Иисус, я вот, ну, говорю, я вот сомневаюсь, что я тебя принял в прошлый раз Извини, но я тебя иду второй раз принимать И, ну, реально, я так Богу сказал, я говорю, я просто сомневаюсь Я просто не хочу, чтобы в моей жизни, вот, ну, как бы, вот сомневаться Я устал сомневаться И вот это действительно уже было чем-то таким настоящим, осознанным Что я понял, что для чего Он мне нужен, как Он мне нужен, там, что я действительно искренне Что я хочу действительно, чтобы Бог был Господином моей жизни, чтобы Он управлял моей жизнью Потому что я сам видел свое состояние И поэтому не знаю, в какой я раз его принял Первый, во второй, в третий, там, я не знаю Ну, третьего потом больше не было, потому что вот решил точки нады поставить Но потом, опять, через какое-то время я опять был на собрании И опять вызывали из-за того, чтобы молиться, да, и встать И все мои встали, а я опять сижу Я уже так взялся за стул, буду сидеть уже Ну, сколько можно уже, вот, это все принимать И все, я уже в этот раз сидел Потом я опять начал наручить голову, может быть, все-таки мне надо было встать, пойти Или еще что-то Ну, понимаете, да? То есть, на самом деле, мы иногда думаем, что там, люди, мы, как христиане, вот, да, вот Хорошо, когда есть такое свидетельство, да, когда ты был плохим человеком И вдруг ты вот один раз так помолился горячо к Богу, и все, проснулся, и все хорошо Но у меня так не было Но у меня были вот эти вот, вот эти вот моменты, много таких вот зарубочек, таких, которых я помню Ну, что, Бог со мной работал, Бог меня, как бы, через это все проводил и провел И, как бы, и буквально через какое-то время, после вот того, как вот, второй раз, там, после того, как я понял, что я почувствовал нужду Действительно заработал что-то Вот, заработало, потому что я еще попросил, ну, я как бы увидел себя таким человеком, ну, действительно наполненным печалью То, что моя проблема, это не проблема была наркотиков, там, или алкоголя, еще что-то А моя проблема была, это действительно внутренняя такая глубокая депрессия, которую я даже вкус чуть-чуть помню сейчас Но я просто попросил Бога, прям вот, ну, я конкретно увидел, что это у меня есть, и я сказал ему Бог, убери это Убери это из моей жизни И вот здесь реально, я помню, я проснулся на следующий день, и этого состояния просто не было Я вот иногда до сих пор чуть-чуть так привкус этого приходит, что я помню, как это, но, как бы, этого нету Реально, то есть, произошло что-то такое немножко сверхъестественное, что Бог просто взял, ну, вот, как бы, да, я так это называю Когда молитва попадает в цель, когда ты действительно назвал своего беса по имени, понимаете Потому что, ну, не просто так Иисус, да, спрашивал имя, потому что, вот, ну, я это понимаю То, что нужно часто назвать свою проблему конкретным именем Действительно, что в тебе есть, и что ты хочешь, чтобы Бог сделал в твоей жизни И вот после этого, после того, как я это попросил, действительно произошло что-то, что Вот, было состояние такое, вот оно внутри гнетущее просто, да, и его даже на физическом уровне ощущал И его не стало, просто Иисус взял и свалил И все, и начали приходить уже в жизнь откровение начало приходить, уверенность такая Я начал действительно ощущать, что я, как вот Петр, иду по воде То, как я раньше не жил, то, как я раньше не ощущал, оно начало, ну, реально То есть, вроде как бы, все то же самое похоже, но состояние совсем другое Ощущения совсем другие, уверенность совсем другая Радость какая-то настоящая, не та, которая вот иногда посмеялись, хорошо было, а потом опять плохо стало А вот именно что-то такое настоящее, что вот оно начало, начало, начало работать в моей жизни И так меня кувыркало вот 2-3 года где-то 2-3 года у меня так было Это не значит, что у вас так будет Потому что, ну, на самом деле, ну, по-разному Потому что, вот, да, иногда Иисусу проще из годарянина, да, взять и выгнать, действительно, одномоментно, да Но когда вот эта твоя проблема, она является такой скрытой, да, такой вот в разных областях И ты даже сам не понимаешь, ты себя видишь нормальным, хорошим Тебе рассказывают ребята про то, какие они хулиганы были, как они против правил там шли А потом вот Бог коснулся, и они другие стали Я думаю, мне что, хулиганом, что ли, надо начать быть? Поэтому вот, поэтому вот я и считаю, что свидетельство это есть что-то такое, что должно именно вот быть, ну, настоящим И я просто понял, и пришла эта уверенность, что у меня действительно есть эти живые, настоящие отношения с Иисусом Еще был один такой момент, который бы я тоже хотел осветить, что я пришел даже в центр И я даже сейчас не отрицаю, что у меня были какие-то отношения с Богом Но я имею ввиду отношения, то есть я думаю, что у многих людей, я не буду говорить у каждого, но есть внутренние отношения с Богом Когда ты видел, что вот что-то сверхъестественное в твоей жизни было, и тебя вот как-то вот от какой-то беды отвело Или что-то произошло такое, да, что ты видишь, что ты какой-то вот, что-то кто-то за тобой наблюдает И поэтому, когда я пришел даже в церковь, вот, в центр и слышал Слово Божье, у меня тоже это ощущение было, что вот, ну, на самом деле у меня с Богом отношения-то есть, все нормально Как бы вот, сразу они как-то... Поэтому контраста никакого не произошло, и тяжело было из-за того, что не было этого контраста Но потом я начал чувствовать, и все вокруг меня, все христиане, они все время Иисус, 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 Иисус тебя любит, Иисус есть любовь А я так даже чувствовал, что мне это имя Иисуса, он меня даже подбешивает немножко Вот, как-то вот мне вот, что-то много, все Иисус, Бог, да, Бог, я люблю, ну, как бы, мне нравится, что Бог есть, и Бог, он какой-то большой А Иисус как-то вот не до конца понимаю И вот однажды я себя тоже на этом тоже поймал в процессе, что я когда изучал Слово и слушал проповеди, я понял, что смысл и истина вообще И настоящее отношение с Богом, они в Иисусе, и у Иисуса, и Он эти отношения оживляет И вот, вроде ты за Ним не видишь, Он действительно, Он как в то время был, как бы, вот такой незаметный, неприметный, да То есть, для каких-то людей Он был открыт, как Сын Божий, а для многих Он был просто обычный, как бы, человек И здесь тоже, вот, ну, Бог, это вот что-то такое, да, вот, нереальное, там, сильное А Иисус? Что Иисус? Вот, не было у меня ничего Ну, и, и я что, ну, я понял, что что-то там есть, и там, и именно все там оно есть И поэтому я просто однажды попросил Бога Бог, открой мне Иисуса, открой мне свое имя, открой мне своего Сына И это тоже был такой момент, и Бог начал открывать, открывать, открывать Потому что, ну, на самом деле, Он, Он личность, Он пример, Он сильный, Он лидер Он тот, кто вдохновляет, Он тот, кто ведет, Он тот, кто любовь, понимаете Он действительно путь И написано, что Иисус есть путь, и истина, и жизнь И вот когда, и в этом мы должны углубиться, в этом мы должны разобраться И Он мне начал это все открывать Поэтому то, на чем я сейчас вот стою, основу своей жизни, это вот, как бы, на Иисусе Христе И еще один маленький момент Я в детстве, вот, просто для того, чтобы понять, что я за человек, да Что, какое, как вот, да, моя такая сущность, да Я в детстве болел Одна болезнь у меня такая была И меня родители куда только не возили Вот, все мое детство, я лечился от одной и той же болезни Я был у иглоукалывателей Я был у всех бабушек Я был у гипнотизеров Я у кого только не был Ну, раз, может быть, 8-10, я так считал, меня То есть, каждые, там, полгода меня куда-то возили Потому что это было, помните, время, когда Кашпировский, там, Чумак Когда вот эти вот 90-е, там, 80-е, когда гранились Открылись, что там только не было, вот, и через меня все пропустили Все, что только можно, вот И знаете, меня нигде ни разу не зацепило Я был на гипнозах, я даже был такой тоже Я такой человек, то, что, помните, там, это, вот, у кого рука пошла Давайте, правая рука поднимается, поднимается Я сидел, 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 сидел Ну, мне скучно сидеть, но у меня тоже рука начала подниматься И они потом говорят, вот, у кого рука поднялась, давайте на сцену Ну, вышел на сцену, стоял там, как дурак, с закрытыми глазами Просто, вот, все понимает, ничего меня не цепляло Ничего не брало, да, но участвовал в этом спектакле, получалось Понимаете, вроде как стоял среди тех, кого берет Были те, которые сидели и не вышли, и что-то думали, да А тех, которые вышли, их что-то там зацепило Но я-то стоял там, и я знал, что тут ничего, понимаете, что не цепляет Понимаете, поэтому вот я, ну, много чего перепробовал через меня И вот в итоге, как бы, вот, там, повзрослел И все так улеглось, постепенно я вылечился Причем больше медицинскими какими-то там препаратами И все стало нормально Но у меня такая вот заруба такая осталась Вот ко всему вот этому сверхъестественному Что он не цепляет меня Не берет меня это ничего Ни гипноз меня не берет, ни врачи, ничего Вот, ничего не работает Ну, и вот, представьте, вот с этим тоже состоянием То есть ты пытаешься приближаться к Богу И так вот, сами понимаете, да, какие-то мысли бывают, да А вдруг меня тоже не возьмет, да И, ну, я очень хотел, я очень цеплялся Я кричал к Богу Я вот проходил через, да, первый раз принял, второй раз принял, там, еще что-то Ну, просто вот, то, что хочу сейчас сказать Это то, что Иисус Христос, Он зацепил Понимаете, зацепил, заработал, работает до сих пор И вы сами все этому свидетели И это, ну, на самом деле, видно, это чувствуется Я сам, в первую очередь, для себя уже сейчас вот являюсь таким свидетельством, что Ну, Он реальный Он реальный, Он, понимаете, Он И вот, вот, мое все свидетельство Вся моя такая жизнь, она доказывает, что Бог Он, Он в настоящем Он в реальной жизни Понимаете, Он не вот в этой сфере сверхъестественного какого-то Наши какие-то представления, иллюзии Как должно быть, как у других Как вот, так вот, шел свет с неба, сразу там что-то изменилось Но Он знает, что нужно Он знает, как решить проблемы мои И Он мне это показал и до сих пор показывает И просто вот, я благодарен Богу за то, что вот я дошел с Ним до этого момента И я поэтому И хочу не только вот тем, кто никогда не шел Ну, еще сегодня, как бы, ободрить Я просто хочу сказать еще людям, которые вот шли, да И поняли, что все я рассказывал сейчас, да Которые испытывали вот эти тоже опыты И у которых тоже свои определенные опыты Я не знаю, что Бог реально Может быть, они где-то остановились Или, может быть, согрешили Или долгое время отошли от Бога Ну, просто вот, вы представляете Блудный сын, он когда к отцу пришел Он хотел быть самым последним И быть вот среди работников, среди рабов Но знаете, что он получил? Он сразу получил статус сына от Бога Вот сразу получил статус сына Поэтому, ну, на самом деле, вот Мне хочется еще вдохновить этих людей, которые шли Может быть, остановились Что, ну, отец, он ждет И ему не нужно, чтобы мы ему вот доказали И он не такой, как человек, да Если ты ошибался, ты пришел И человек тебе скажет Ну, теперь давай, доказывай действительно Там, что ты хочешь, что ты можешь И так далее Представляете? Он хотел, просто вот уже был готов Быть работником у отца Просто потому что там еду хотя бы дают Просто и спать можно ночью И вот он шел в этом состоянии Отец сразу Держи персень Держи сандалии Держи одежду И давай на пир И не морочь голову Поэтому вот, как бы, мою свидетельство Теперь вы чуть-чуть про меня больше знаете И я призываю людей, которые вот Тоже имеют свидетельство Своё свидетельство Для того, чтобы вот мы тоже поделились Для того, чтобы просто рассказали Как было, как есть Живые отношения, что это есть Поэтому давайте мы сейчас еще какое-то время Будем просто вот Бога искать Молиться Просто ставить себя перед Богом Кто прожел с Богом Какое-то уже расстояние Благодарить Его за это, да Смотреть Смотреть вот туда, куда тебе нужно прийти Я вот действительно Почему я вспомнил вот этот вот момент Что я стоял здесь И понимал, что мне нужно вот туда Про что рассказывает этот человек И он уже столько прошел И я ничего не могу сделать Для того, чтобы туда прийти сейчас Никакое мое желание Сильно-сильно Не может меня туда перенести Это просто время Это просто опыты Это просто ситуация Это просто прохождение своего пути Но Иисус живой Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!